Всем хай, с вами Юджин и друзья, давно с вами не виделись, я приветствую вас всех в 2021 году на этом прекрасном канале, который уже почти 7 лет, как взращивает не одно поколение прекрасных людей в вас. Я про вас, да, подлис засчитанных. Да нет, это не подлис, я просто любезничаю, потому что давно с вами не виделись и жду каких-нибудь комплиментов в свой адрес. Быстро, быстро! Быстро! Наверняка всех вас мучает вопрос о том, куда я пропал, потому что я особо ничего и не говорил, что я буду делать в ближайшее время. Евгений просто взял, закончил год необычным для всех видосом, я уверен, что никто не ждал видео про Маквиссера, и потом просто поздравил всех с Новым Годом и исчез, залег на дно. На самом деле у меня был следующий план, мне хотелось просто, вот, просто взять и исчезнуть на какое-то время, чтобы не думать о канале, не думать о видео, и вообще ни о чем не думать, поскольку я чувствую, что во мне что-то назревает, какие-то новые, новые веяния, новые течения, во мне просыпается новый человек, точнее даже тот самый человек, который был всегда, который был отодвинут немножко на второй план, поскольку я был Юджином, летсплеером, и я в принципе им остаюсь, я через дачу придаю им большое значение. Просто, короче, у меня есть новые вещи, которыми я хочу заниматься, поскольку жизнь коротка, и хочется сделать очень много всего, и я сейчас, как раз таки, буду над этим всем думать. Ну, точнее, я уже об этом, обо всем думаю, и поэтому я хотел не отвлекаться на канал, просто, вот, побыть в тишине, так сказать. Но потом я подумал, что все-таки стоит как-то вас проинформировать, потому что вы же должны свой досуг планировать, да? Какие же вы видосы будете смотреть? Других ютюберов, что ли? Не, не надо, вы все меня ждете, я уверен. Я ведь прав. В общем, именно с целью вас проинформировать о своих дальнейших планах, я к вам сюда и пришел. Я планирую не выпускать видосы, как минимум, целый январь, как я делал в прошлом году, поскольку в прошлом году меня это прям вот реально очень зарядило новой энергией. Мне понравилось не думать ни о чем, не думать вообще об играх, не думать о том, что надо что-то монтировать, и никуда не бежать, не торопиться. В общем, этим я собираюсь заниматься сейчас, просто отдыхать. Вернусь я на этот прекрасный канал с новыми шикарнейшими и смешными видосами где-то в начале февраля, не уверен, что это будет 1 февраля, посмотрим, в общем, как пойдет. В планах у меня в ближайшее время полететь в Сочи на недельку, просто отдохнуть, ну не совсем просто отдохнуть, скорее всего, я там буду писать сценарий для третьего номера комикса Game Hunters. У меня он пока расписан тезисно, и там я его планирую завершить и пустить в отрисовку уже. И вот отсюда мы плавно перетекаем к следующей теме комикса Game Hunters. Как вы помните, друзья, в конце прошлого года я объявил старт предзаказов на печатную версию первого номера комикса Game Hunters, и у нас был sold out. Мы продали тысячи экземпляров, и это был потрясающий успех для меня, потому что я не ожидал, что будет такой спрос. Разумеется, я от лица всей команды Game Hunters хочу поблагодарить тех, кто приобрел комикс, потому что вы очень поддержали проект. Большое вам всем спасибо, и напоминаю, что мы начнем рассылать комиксы с 15 января. И, кстати, завтра я собираюсь поехать на склад, куда привезли уже все эти надпечатанные комиксы, хочу проверить их качество, и лично своей рукой подпишу каждый экземпляр, который потом приедет к вам, вот ко всем, кто заказал. Если вы, кстати, захотите посмотреть на то, как я подписываю эти комиксы для вас, вы можете зайти в мой Телеграм, ссылка будет в описании, там я буду больше всего видосов постить на эту тему, да и вообще на любую другую тему. И также будет что-то публиковаться в Инстаграме, но в меньшем количестве, и что-то будет публиковаться в ВК. В общем, все мои соцсети, которые для вас удобны, вот вы заходите и смотрите, и следите за новостями там. Но Телеграм больше всего будет публиковаться, конечно же. Большая просьба к вам, друзья, как только вы получите ваш экземпляр комикса, пожалуйста, отметьте меня в Инстаграм, сфоткайтесь. Пришли эти фотки куда-нибудь, потому что я буду вас публиковать, буду выкладывать у себя в соцсетях, поэтому очень жду, очень хочу увидеть ваши довольные лица с этим комиксом в руках. Ну а для всех, кто ждет второй номер комикса Game Hunters, мы его опубликуем, как только разберемся с первым номером, отправим все экземпляры. Сейчас в данный момент пишется музыка, которая будет сопровождать второй номер в нашей читалке на сайте. Поэтому, если вы до сих пор не за Регана на сайте pressi.ru, это мой магазинчик комиксов и моего мерча, то обязательно заходите сейчас прямо по ссылке в описании. Оно того стоит, я вам клянусь. Также вы сможете очень легко узнать о том, что у нас продается на сайте и следить за новинками, подписавшись на Инстаграм-аккаунт pressi.store. Вот он у вас на экранах. Сейчас он, конечно же, пуст, но скоро там будут публикации. Вначале я упомянул о том, что последним видео в прошлом году стало «Возвращение Маквиссера», но еще раз напомню, что это не значит, что это прям возвращение-возвращение, будет дальше сериал, куча выпусков. Это абсолютно не факт. Что я могу точно гарантировать? Это то, что я буду делать комикс про Маквиссера. Это будет one shot, опять же, просто единичный номер, который, если вам всем очень зайдет, то будет уже перерастать в сериал в виде комикса. Потому что мне кажется, что этот персонаж довольно-таки разносторонний, и его можно переосмыслить и сделать его более свободным уже в виде рисунков. И хотя я понимаю, что персонаж родился просто из игры GTA 5, мне все-таки хочется, чтобы он был нечто большим, чем просто персонаж из редактора игры. В нем есть гораздо больше глубины и безумия. В принципе, это мой персонаж, что хочу, то и делаю с ним, поэтому ждите комикс. Ну, а возвращаясь, опять же, к тому выпуску Маквиссера, я очень благодарен вам за такие отзывы, приятно, вы действительно тепло его встретили. Это прикольно было. Мне было приятно вернуться к персонажу, поозвучивать его, подурачиться, и надеюсь, что вы тоже поностальгировали. Больше не ждите его! Не, ну в комиксе можете ждать. Итак, мы заканчиваем с блоком про комиксы. Я говорю о нем так много, потому что мне очень нравится то, что я делаю с этим проектом. Вот, теперь всем, кому интересен уже мой канал игры, я хочу сказать, что я вернусь, вот как я и сказал, с первого, не с первого, а там с февраля какого-то, и буду дальше выпускать видосы по играм, буду развлекать вас. У меня RAV на очереди, Little Nightmares, в общем, будет целая куча всего, я жду не дождусь, когда смогу снова записывать игры. Поверьте, мы с вами еще поугараем знатно, я обещаю вам. Ну и напоследок, хочется рассказать вам о своих планах. Наконец-таки, не просто лить воду, где у меня большие планы и много проектов. Мне хочется просто поделиться с вами, что я хочу еще сделать. Итак, значит, я, возможно, уже когда-то говорил, но я не помню, потому что я очень стар, и у меня плохая память уже. Какое-то время назад я написал сценарий для своей собственной игры, и это очень прикольная история, очень прикольная игра. Это будет не то чтобы сюжетка, это скорее будет как рогалик, ближе всего похоже на Айзека по вариативности, по количеству концовок и так далее. И я не могу сейчас точно рассказать вам о том, что это конкретно будет, поскольку... Ну, то есть я знаю, что это будет, но из-за того, что сейчас это только на бумаге, я не хочу лишний раз что-то там спойлерить, потому что, возможно, что-то поменяется. Это будет просто трогательная история на знакомую нам с вами всем, я уверен, тему, и это будет множество, множество фана, потому что игра будет вариативной, как я сказал, прохождение каждый раз будет отличаться, и столько экшена, драйва. Вот если мы сможем это реализовать вот так круто, как я себе это представляю в голове, как я это прописал, то вы будете просто тысячи часов можно будет тратить в этой игре, я вам гарантирую. Когда я только создал этот канал, я сделал также сообщество в Стиме, и я думаю, что сейчас пора этого маленького говнючка оживить, поскольку там тысяч 30, по-моему, человек, я не знаю, надо даже посмотреть, сколько там. Да, там 30 тысяч человек в этой группе, я хочу ее оживить, я хочу потихонечку там публиковать контент, связанный с разработкой игры. Я не знаю, как часто он будет публиковаться, поскольку это... Я только еще вот в стадии обдумывания, кто будет помогать мне с этой игрой. У меня есть два чувачка, которые мне помогают, очень хорошие ребята, с которыми мы уже ведем обсуждение, как это мы все будем делать, но, возможно, команда будет пополняться. Может быть, не знаю, может быть, вы офигенный мега мастер игр и повелитель игр, и вы можете делать крутые игры на там движке. Мы, по-моему, избрали Unreal, да, мы на Unreal, нет, я не программист, я фиг знает. Короче, на какой-то мы там, мы обсуждали несколько движков, и вот мы думаем, на чем мы это с вами будем делать. С вами. Ну да, с вами, потому что я буду также создавать различные обсуждения в группе, где, может быть, когда у нас будет появляться какие-то технические демо, может быть, уже что-то буду выкладывать, чтобы вы смогли это заценить, поиграть, дать фидбэк какой-то. Но это, опять же говоря, это будет не то, что там раз в день или раз в неделю будет публиковаться контент. Скорее просто, вот, ссылка в описании на эту Steam-группу, заходите туда, будьте там и следите за новостями, потому что, как только что-то будет у меня вам показать, я вам сразу тут же покажу, и вы сможете принять в этом участие, дать ценный фидбэк, чтобы мы с вами в итоге замутили прикольную игру, в которой можно рубиться часами напролет. Вот такая вот новость. И, на самом деле, я боялся говорить вам о ней, потому что думал, что, о, сейчас просто так растреплю, и в итоге забью, либо что-то там не получится, растрачу энергию, но я сейчас начал говорить, и, наоборот, почувствовал, что энергии столько больше стало, и как будто бы я такой, типа, надо делать, рассказал, надо делать. В общем, заходите обязательно в Steam-группу, я обновлю там, притом превьюшка даже еще старая, вот эта картинка, аватарка группы, старая-старая-старая, с самого начала рождения этого канала, забавно. Заходите, геймеры, замутим игру с вами. И самый последний план, который я себе в голову бил, как некоторые из вас знают, опять же, я боюсь об этом рассказывать, чтобы не растрепать энергию просто так, не раздать ее, но все-таки, почему бы нет, я хочу, опять же, на себя наложить некое обязательство, типа, я обязательно это сделаю, да я по-любому это сделаю, потому что у меня что-то свербит в одном месте, потому что уже хочется. Короче, как некоторые из вас знают, возможно, многие, до вообще деятельности на тюбе, я был музыкантом. Я играл в своей группе, я писал там музыку, я там вокалистом был, на гитаре партии писал, на басу, на всем партии писал, в музон писал, был композитором вообще всея Руси. Не, не то, чтобы я был мега талантливым и так далее, но просто писал музыку, которая мне нравилась, мы с братом вместе лобали и даже были какие-то успехи. Собственно, я снова хочу попробовать себя в музыке. Я последнее время, последние полгода взращиваю эту идею, я чувствую, как музыка начинает играть в моей голове, как старые идеи приходят ко мне снова, но уже в новом оформлении, поскольку я слушаю много современной музыки и сейчас еще больше стал, чтобы понимать вообще, что, кто, че, кому, че нравится, самому, чтобы не быть старпером. Знаете, и нафталиновая музыка такой не попахивала, чтобы... Потому что не хочется, чтобы мой мозг костенел, только там на лимпах. Я обожаю лимпов, естественно, они всегда будут со мной, я их в могилу унесу. Только их сам я останусь жив. В общем, буду делать музон. Не знаю, как это будет, когда это будет, в каком виде это выльется, серьезном, шуточном, дебильном, я не знаю. Я просто хочу, наконец-таки, снова жить по фану и делать всякую хрень, которая мне придет в голову, как я это делал, в принципе, всегда. Знаете, за последние несколько месяцев, два или три месяца, у меня столько всего в жизни произошло оффлайн. Нет смысла об этом говорить, это мое личное. Но просто я вдруг перестал куда-то бежать, я перестал думать о цифрах, перестал думать вообще о чем-либо, и мне вот хочется просто чуть-чуть вздохнуть, немножко свежего воздуха впустить в этот купол, в котором я оказался какое-то время назад. Реально, последние пару лет у меня было такое, что я сильно загнался, я стал слишком серьезно все воспринимать, стал бояться всего, бояться что-то потерять, бояться где-то разочаровать кого-то, вас разочаровать, себя разочаровать. Но потом я подумал, что когда я начинал, вообще только на ютюбе, у меня не было, ну, ничего не было, я был только сам себе предоставлен, и мне было просто, все, что я делал, мне просто реально смешило. Смешило, удивляло, трогало, как, допустим, сейчас комикс, который я делаю, вот прям я чувствую вот эту вот энергию, когда я напишу этот сценарий, я такой знаю, что вы тоже это испытаете. Каждый раз, когда я арк монтирую, поэтому они так редко выходят, эти видеопарк, потому что когда я сажусь монтировать его, я такой, опа, вот эта история, вот она, поворотная точка, вот это вот здесь все, вот здесь люди точно вот это испытают. И я прям вкладываю эти эмоции, я знаю, что вы их тоже чувствуете. И поэтому я вот хочу продолжать с таким подходом идти по своей дорожке, по своим разным дорожкам, потому что я не хочу быть однонаправленным человеком. У кого-то я, конечно же, буду всегда ассоциироваться как парень, который просто играет в игры, это нормально, но я гораздо больше, я целое дерево с кучей веток, поэтому вы скоро увидите, какие листья растут на этих ветках, и посмотрите, я еще и поэтичный человек. В общем, друзья, такие планы. Так что большое спасибо всем за внимание, я надеюсь на вашу поддержку, надеюсь, что вы останетесь здесь со мной, чтобы посмотреть, что в итоге получится у меня, что не получится, какие у меня будут успехи, проигрыши, разочарования, зашквары и триумфы, не знаю, в общем, все что угодно, пофигу. Ну а на этом мы с вами закончим этот разговорный видос, огромное всем спасибо за внимание, что были со мной, я надеюсь, что вы отлично провели эти новогодние каникулы, и надеюсь, что у вас тоже куча планов на будущее, не только на этот год, но и вообще, в принципе, на жизнь. И, блин, ребят, не ждите ничего, ничего не бойтесь, реализуйте все прямо сейчас. Как только вы, вот как только вы подумали о чем-то, как только вы угарнули над какой-нибудь шуткой, тут же ее говорите всем. Как только вы придумали какую-то идею, которую нужно написать, пишите. Все, что в ваших силах, вы должны делать обязательно. Потому что, поверьте мне, я медлил в своей жизни. Я ждал, я сомневался, я нервничал, и это, это ничем хорошим не закончилось. Все, что я делал сразу, как только мне приходило в голову, всегда выстреливало. Может быть, не всегда хорошо выстреливало, но, тем не менее, привело меня туда, где я сейчас нахожусь. И сейчас я чувствую себя, ну, реально, гораздо счастливее, чем когда-либо. Я давно не испытывал такого чувства. Выходите из зоны комфорта, друзья. Этот мир огромный, полный возможностей. Боже мой, берите все отсюда, берите все, потому что мы живем один раз, и хватайте, хватайте все, что здесь есть. Вы кайфанете, обещаю вам. С вами был Юджин, увидимся в следующем месяце, и всем пять!